Молодой воспитанник одесского футбола Николай Мусолитин отметил свой 20-й день рождения в самолете. Черноморец отправился на тренировочный сбор в Турцию. Команде вновь ставка на молодежь, на молодых украинцев и одесситов. Но тренерский штаб планирует привлечь и опытных футболистов. Приятно, когда свои футболисты играют черноморцы, когда свои воспитанники, люди ходят и смотрят на своих же воспитанников. Они были маленькие, сейчас они играют на своем родном стадионе и доказывают своим болельщикам, что они достойны этого. Но настроение всегда положительное, потому что мы едем в теплые страны, где хорошие поля, там уже приступим, работаем с мячом, тактики, играм. Это всегда приятно для футболистов. На сегодня есть ряд ребят, которые уже летят с командой и будут участвовать в сборе. Будем их смотреть и в дальнейшем, я думаю, в ходе турецкого сбора подписывать их. Есть ряд игроков, которые определены и прилетят на сборы в Турцию. Будет прилет легионера, посмотрим на его качество и будет ли он в команде. Но это будет определено уже по результату каких-то встреч, каких-то его участия в тренировочном процессе. У нас все любят бразильца, привезем бразильца. Итак, первый сбор в Одессе прошли и летят с командой 27-летний воспитанник киевского «Динамо» Евгений Морозенко, который играл в Чехии за Слован и еще один 27-летний игрок, защитник Александр Голиков. Он ранее выступал за Львов и Полтаву. Уже в Турции к команде присоединятся опытный 33-летний экс-моряк Владимир Оржанов, известный по выступлениям за киевский арсенал, запорожский металлург и волынь, его последний клуб – Кайсар из Казахстана, а также 31-летний Виталий Гашкадеря. В его послужном списке – Донецкий олимпик, волынь и казахский Акжетпес. Ожидается и молодой новичок из Бразилии. Других потенциальных новичков, которые тренировались в Одессе после выхода из отпуска, отправили домой. Ну не поехали эти, примерно, Овчаров в Оретар, молодой был на просмотр, а были Чумак тоже, был Гранкин, был еще один молодой, Глеб Бухов, и два футболиста, которые были в дубле. Остались 15 человек, полевые, плюс два вратаря. Сейчас у нас еще ждем новых футболистов, они называются Оржанов, это знакомый футболист, опытный, классный футболист, и еще один Виталий Гашкадеря, который приедет прямо на сборах. Кроме того, тренерскому штабу удалось сохранить костяк команды. Другие клубы премьер-лиги интересовались защитником Глебом Грачевым, полузащитником Артемом Чернием и вратарем Сергеем Литовченко. Были предложения, но пока решил остаться тут, хочу еще поиграть в Одессе. Тут мне все нравится, все хорошо, атмосфера тут хорошая и жизнь хорошо, но мне нравится пока, поэтому я не решил по смену клуба еще. Главное, мне кажется, не хватает результата. Это самое главное, а результат от забитых голов приходит. И вот мне кажется, над этим надо очень хорошо поработать, над завершающей стадией. У нас много, в первой части сезона было очень много нелепых потерь, вот именно возле штрафной соперника. Вот это, мне кажется, очень сильно мешало нам достигать результатов. Во время первого сбора в Турции, который продлится до 11 февраля, моряки встретятся с венгерским ДВТК, польскими Медзью и Раковом, славянской Мурой и болгарским Этером. Первая игра состоится уже в четверг, 24 января. После возвращения на родину планируется спарринг с Николаевым в Одессе и обратно на берега Босфора. Дмитрий Богомолов, Денис Рудь, телеканал Репортер.